Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Вся правда о футболе 21 века». Статья написана в понедельник, 4 декабря 2023 года. Итак, начинаю. Начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ваши донаты – гарантия моего ответа на любой ваш вопрос. Для тех, кто нуждается в моих услугах, ссылка под каждым видео. Также буду признателен, если поддержите канал «Меру своих возможностей». А теперь по теме. Это, пожалуй, самая важная статья, самые важные ролики из всех, которые я выпустил за больше, чем 10 лет. Здесь не будет ничего конкретного, касающегося техники, или понимания игры, или психологической устойчивости, или внутрикомандного духа, или тонкости индивидуальной тренировки, или принципов создания команды. Это статья и ролик о другом. Она о зеркале, от которого шарахаются, как черт от Ладана, все самые крутые футбольные специалисты современности. Где это зеркало, от которого шарахаются? На самом деле его нет. Оно существует только в моем сознании, или в сознании моих учеников, и еще малочисленной армии единомышленников. Моих единомышленников даже армией не назовешь. Это небольшая группа людей, имеющих иммунитет от современной футбольной пропаганды, продвигающие в футболе грубость под флагом мужественности, корысть под флагом целесообразности, одаренность под флагом мастерства. Современная футбольная пропаганда – это кривое зеркало, которое хотят втюхать доверчивым болельщикам, как настоящее зеркало, объективно отражающее реальность. Футбольное зрелище – это красота, от которой нельзя оторвать глаз. Какая замечательная экипировка футболистов, какие красивые их тела, идеальные футбольные поля, мечи, мечта для тех, кто играл в прошлом столетии и так далее. Адепты современной футбольной пропаганды – это, разумеется, подавляющее большинство услужливых журналистов. Помню, как схлестнулся с одним из таких журналистов, который с пеной у рта доказывал мне техничность современного футбола. А когда я попросил его назвать, мне всего пять футболистов, умеющих играть шведой, то он сподобился назвать только одну фамилию. Рассмотрим ситуацию. Мяч у нападающего, который с дуги штрафной площадки, исполняет пушечный удар по отскочившему к нему мячу. Круглый летит два метра над перекладиной. Блестящий удар – характеристика телекомментатора. Нападающий бьет с той же дуги штрафной соперника, и мяч пролетает в двух метрах от стойки. Телекомментатор тут же отмазывает футболиста, оправдывая его тем, что удар, мол, нанесен нерабочей ногой. Я могу вам приводить миллион подобных случаев. Для чего это делают журналисты и комментаторы? В большинстве случаев ради попадания в пул, то есть в состав делегации, сопровождающей команду, когда та летит в очередную страну на очередной турнир. Попадание это, как вы понимаете, халявное, так что портить отношения с хозяевами клубов, с футбольными чиновниками и прочими футбольными спецами, воспевающими современный футбол, ради какого-то там футбола, никакой журналист или телекомментатор, беззаветно любящий в кавычках футбол, не будет. Собственная пятая точка всех, кто имеет отношение к футболу, это альфа и омега всеобщей заинтересованности в футболе. Что, чересчур мажу черной краской футбольную реальность? Нет. Я просто создаю зеркало, где каждый из официальных спецов от футбола может увидеть свой собственный фейс или свою собственную... Ну, вы поняли меня. Да-да, сильно не возмущайтесь моей резкости. Среди футбольных спецов есть порядочные и честные люди, но их подавляющее меньшинство. Нравится это кому-либо или нет? Давайте мысленно перенесемся на футбольное поле в момент начала игры, когда обе команды выстраиваются в две шеренги. Посмотрите на этих ребят. Их торсы, следствие работы в тренажерных залах. Высокие, накачанные, плечистые. Все они напоминают Усейна Болта, величайшего спринтера современности. Неужели футбол это один сплошной спринт? Конечно нет. Футболист это микс спринтера и стайера. Но стайерского в фигурах футболистов заметить трудно. Посмотрите на фото игроков киевского «Динамо» образца 1975 года. И фото любой элитной команды Европы образца 2023 года. В первом случае вы увидите, причем явно, стайеров. А в последнем варианте вы увидите явное преобладание спринтерских признаков. О чем это говорит? О том, что коллективный отбор – это несбыточная мечта для современного футбола. Методика выжатого лимона а-ля Лобановский – это перебор. А методика современных тренеров – это явный недобор. Что мы еще видим? Видим грубость во время игры, драки. Можно ли этого избежать? Во многом да, можно. Но это уже дела судейские. А у нас даже дети знают, насколько не заангажированы в кавычках современные футбольные судьи. Согласно правил, нельзя играть руками, нельзя толкать руками, нельзя хватать руками. В игре в футбол рука в момент контакта с соперником должна быть прижата к корпусу. Правда смешно? А мне нет. Это судьи превратили футбол в помойку, где на первом месте не искусство, не мастерство, а грубость, подлость, хитрость, провокации, симуляции, которые не пресекаются судьями. Судьи дают поиграть. Слышали такую фразу? Какое право имеет судьи трактовать правила игры на свой лад? Я вас спрашиваю, какое право? В оправдании судьи говорят, что, мол, футбол это мужская игра. А как насчет женщин, где грубость также процветает? Говорят, что если судьи будут предсказуемы, то игра перестанет быть интересной. Ой ли! Знаю, что есть много болельщиков, уровень понимания игры которых это удары локтям по ребрам, удары локтям в челюсть в борьбе на втором этаже, разборки команды на команду, заказные травмы, которые наблюдать под пивко очень даже комфортно. А когда таким знатокам говорят о возможных двухзначных счетах в матчах, то их сознание не вмещает подобную информацию. У них загибают мозги и они сразу же делают вывод о том, что такой футбол будет неинтересным и потеряет всякую интригу. Предлагаю мысленно перенестись на матч команд НБА, то есть Национальной баскетбольной ассоциации, и понаслаждаться многоразовым поражением корзин соперников друг друга. Там уже нет никакого интереса? Ведь в 60-е прошлого столетия в баскете набирали за игру 60 очков, а через полвека 100-120. А почему тогда трибуны там переполнены? Как вы думаете, неужели те, кто заполняет трибуны, выкладывая за билет немалые суммы, дебилы? Что нет? Тогда у кого из нас проблемы с мышлением? Я часто говорю о том, что современный футбол – это соревнование легкоатлетов с футбольным уклоном. Мое мнение на этот счет поменялось мало. Сейчас могу сказать так. Современный футболист – это помесь легкоатлета и бодибилдера, играющего не за счет мастерства, а за счет своих талантов. А таланты, как известно, имеют разную цену. Мастерство предполагает безусловное и безоговорочное обучение. Следствие обучения – это созданная матрица мышечной памяти технического арсенала футболиста. Мастерство с неба не валится, а мастерство – это неизвестный термин для современного футбола. Игрок сборной России не умеет бить классическим ударом. Это то, что известно лично мне. В ютубе нет информации об обучении многим техническим элементам. Нет вообще никакой информации о методике обучения пасу и удару шведой. Нет вообще никакой информации о год. Более того, современный футбол вообще не знает, что такое главное обманное движение. Вы не найдете никакой информации, которая ответит на простой вопрос. При каких условиях нельзя исполнять финт Зидана? Вы не найдете никакой информации, объясняющей, когда финт Радуга является максимально эффективным. Современный футбол понятия не имеет, как эффективно и беспроблемно, находясь спиной к воротам, развернуться и ударить по воротам или сделать обостряющую передачу, когда тебе в затылок дышит защитник. Этот финт я называю слепым одноногим переступом. Извините меня за бестактность, но я этот финт исполнял еще в свои 12 лет и больше ни разу не видел его исполнения кем бы то ни было. Возможно, такие игроки есть, но я их не знаю. Точнее, может быть, знаю, но не видел исполнения ими озвученного только что финта. Мне все технические косяки современного футбола озвучивать? Тогда статьи и ролику не будет конца. Вопрос. Может ли мастерство появиться из ниоткуда? Нет. Тогда забудьте это слово. Я имею в виду слово «мастерство». Оно не для современного футбола. Для современного футбола существует только одно понятие – талант. Забудьте слово «мастерство». И если вы применяете это слово, то обманывайте не только себя, но и окружающих. Мастерство предполагает поддержание необходимого уровня матрицы мышечной памяти. Там, где нет такой работы, нет мастерства. Так что забудьте об этом понятии. А футболисты играют так, каким дано природой. Они видят поле согласно своему таланту и поэтому имеют соответствующую цену. Они делают финты так, каким подсказывает интуиция. Уверен на 100%, что если у фаната Переступов Криштиану Роналдо спросить, в чем главная фишка двойного Переступа, то он не ответит на этот вопрос. Гарантированно не ответит. Знаете почему? Потому что это никого никогда не интересовало, его в том числе. А интереса нет потому, что нет обучения или стремления к нему. Почему всякие разные тонкости в исполнении технических элементов известны мне? Как вы думаете? Может быть потому, что я умнее всех спецов всего мира? Правда глупо и смешно. А известно все это мне потому, что я всегда думал и думаю об обучении каждого применяемого технического элемента. Я не просто думаю о том, как обучить футболиста, а и объяснить в каких случаях этот технический элемент будет максимально эффективным, а в каких случаях его применять ошибочно. В современном футболе отсутствует напрочь понятие главное обманное движение, как фундамент для безопасного перемещения по футбольному полю с мячом. Я уже об этом сказал. Ведь это понятие только вашего покорного слуги и моих учеников. Вы что-то подобное слышали от своих тренеров? Кстати о тренерах. В тренерских школах, где тренеры получают свои корочки, свои категории, жизненно необходимо вводить курс обучения футбольной техники. Ведь подавляющее большинство тренеров понятия не имеют, как исполнять те или иные базовые технические элементы. И самое печальное, что они и не хотят удалять белые пятна в своем профессионализме. Поэтому вы как видели резиночки с барьерчиками, стойками и лестничками, так и будете их видеть. А тестирование ударов, тестирование кастинговых показателей футболистов, расстрельные дни для вратарей, тестирование подкатов, шлифовку коллективного отбора, шлифовку дюжины вариантов стандартов, изучение полевого языка футболистов, изучение языка жестов тренерских указаний во время игры вы днем с огнем не найдете и не увидите и не узнаете. Некоторые профессиональные уроды, уж извините за грубость и правду матку, которые именуются тренерами, иногда проводят тренировки без мяча. Нафига скрипачу смычок? Нафига теннисисту ракетка и мяч? Нафига хирургу скальпель? Нафига плотнику рубанок? Зачем хоккеисту клюшка? Зачем художнику кисти и карандаши? Зачем сварщику электроды? Мы, мол, и сами с усами. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот хотел создать зеркало современного футбола. А с помощью этого ролика и статьи удалось воссоздать лишь несколько его квадратных сантиметров. Очень много тем, от которых современные футбольные спецы шарахаются, как черт от Ладана, озвучить не удалось из-за слишком малого объема ролика. Например, проблема кристаллизации командного духа и укрепления внутрикомандной атмосферы. Убогое образование тренеров, контрактная политика и многое другое. Я, конечно, могу писать ролик на час, но вряд ли его кто-то будет слушать столько времени. Современные спецы и чиновники построили красивенный фасад здания под названием «Современный футбол». Я бы даже сказал «Величественный фасад». Ученые от футбола своими диссертациями, рефератами и другими опусами придали ученость футболу. На фасаде современного футбола, благодаря этим «научным» работам, появился скульптурный антураж наподобие фасада дворца Бельведер в Вене. Различные фан-клубы, бесчисленные интервью показывали и показывают огромную популярность футбола. Журналисты ежедневно воспевают как игроков, так и тренеров, как отдельные футбольные команды, так и национальная сборная. Бесчисленные футбольные академии, тренерские курсы и различные школы изо всех сил стараются показать, что в современном футболе главную скрипку играет мастерство. Да, фасад действительно красив, но стоит заглянуть за его стену, как увидишь нравственную убогость, интеллектуальную разруху и тотальную корысть, не имеющих никакого отношения к творчеству. Ну что же, если не получилось осилить эту тему, не удалось создать обещанное мной зеркало современного футбола за одну попытку, то, возможно, остальные части этого зеркала со временем озвучу и прокомментирую. А что даст создание зеркала в цельном виде? Тот из высоких футбольных чиновников, кто в него заглянет, сделает ли выводы? Сомневаюсь. Ведь для этого нужно иметь совесть и неподкупную, всепоглощающую любовь к футболу, проявленную не в красивых словах, а в конкретных делах. Извините за длинное повествование. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.